доброго времени суток уважаемые зрители и подписчики канала дачные записки привет народ рад вас приветствовать на своем канале меня зовут игорь для тех кто впервые на моей странице и сегодня опять будучи в дороге и путешествие на работу хочу снять ролик посвященный теме затронутой моим хорошим другом эдуардом адуевым автором канала куры мегаполисе живет он на юге положи и один из крайних роликов его был посвящен теме сколько же он собственно заработал на индоутках за прошедший сезон тема ликвидности для людей занимающихся птицеводством собственно этого самого птицеводства достаточно болезненно особенно в последнее время птица у нас содержится разное вот сегодня хотелось бы поговорить о яичные птицы в условиях северо-запада нашей страны карельского перешейка стоит ли вообще держать в нашей местности птицу на яйцо с целью заработка на этой птице то бишь и как дополнительного источника какого-то небольшого не как скажем так хобби своего душевного вдохновения а вот реально как источника заработка как основной рода деятельности скажу сразу что в нашей местности в моем понимании смысла в этом нет не окупается должной мере те затраты которые мы вкладываем именно в яичную птицу ну будем говорить называть вещи своими именами кроссы в том случае если в вашем хозяйстве содержится не только яичная птица и занимаетесь вы не только производством яйца а допустим бролерами породные птицы продаете инкубационное яйцо продаете цыплят суточных цыплят сразу акцентирую внимание на их момент то худо-бедно можно сводить концы с концами и какую-то денежку можно зарабатывать небольшую но можно о нюансах разведения бролеров я не буду поднимать нюанс я знаю это только за слов своих хороших знакомых и друзей которые систематически этим занимаются и в принципе получает с этого неплохую денежку я на данный момент бролерами не занимаюсь я занимаюсь породной птицей у меня три породы продаю функционное яйцо цыплят иногда излишки взрослой птицы ну и параллельно продаю столовое яйцо причем продаю достаточно дорого вот общался с народом в группе вконтакте птица домашняя общаться с вами подписчиками вот у нас десяток яиц я продаю по 150 рублей при этом как бы спрос есть но на то и количество из которые излишки которые у наверно еще имеется при содержании своего стада птиц и стационарном режиме у меня содержится прямо 35-40 штук но если бы это было чисто яичные птицы кросс это было бы не рентабельно но оставим суловудие приступим собственно к счету конкретным цифрам сразу говорю что таких точных записей как у эдуарда до копейки до грамма у меня нет я этим не занимаюсь хотя в принципе вещь очень полезная остается этику только завидовать за его пунктуальность и чепетильность тем не менее основаться на реальных цифрах которые сейчас существуют и в общем покажу вам картину которая надеюсь будет достаточно убедительно цифра и так берем те же самые 40 птиц позже на хозяйстве меня допустим и попытаемся сначала высчитать ту выгоду которая они нам предположительно дадут то бишь плюсы а потом вычете расходы посмотрим сколько же все-таки на гора предварительно они нам могут дать в течение допустим 10 месяцев почему 10 месяцев ну потому что для кого не секрет что птица начинает яичную 14 месяцев и какое-то время линяет поэтому зачастую люди которые занимаются именно яичным птицеводством делают как они закупают молодых кроссов в возрасте 3,5 на 4 месяца в течение 10 месяцев их держит и после этого в 14 месяцев их убирает продают режут к этому моменту у них как правило уже новое поколение подрастает они считают что при этом извлекает максимальную выгоду я скажу за себя что я с этим не согласен что в домашних условиях не в условиях птицефабрики когда птицу выжимают по максимуму вот в домашних условиях в приемлемых для птицы можно содержать эту птицу как минимум два года на второй год яйцинодской сисы и падает очень незначительно во первых а во вторых яйцо становится достаточно крупным и в наших условиях когда приходится бороться за покупателя привлекать его допустим размером яйца это очень хорошо играет на продажах и так все таки вот базовый вариант 40 кур в течение 10 месяцев что они нам принесут но дабы не рассказывать про морозы про перепады температур и потому подобной шалости определимся с тем что в наших домашних условиях в среднем среднем птица в течение года будет давать не 40 а 30 яиц в день в реальной ситуации вот эти 30 есть день в месяц у нас дадут соответственно 900 яиц 900 яиц из этих 900 есть какое-то количество из мы заберем себе любимым с тем чтобы кушать вот семья допустим моя потребляет с учетом того что я еще даю яйцу детям своим и сам потребляю порядка 60 из в месяц это не берем пасхи новый год и так за стулья просто 60 есть в месяц то есть в сухом остатке у нас получается 840 яиц если мы умножим 840 есть на 15 то в арифметике губкина получим доход месяц 12600 рублей то бишь за 10 месяцев календарных про которые мы с вами говорили получится в принципе достаточно плохая сумма сто двадцать шесть тысяч рублей это вот те деньги которые мы при оптимальной ситуации можно выручить за это яйцо то бишь если у нас куры будут нести как минимум 30 яиц и если у нас постоянно будет рынок сбыта стабильный если люди будут покупать это яйцо ситуация немножко конечно идеально ну давайте вот хотя бы вот про идеальные условия поговорим по 26000 рублей хорошо теперь давайте посчитаем те расходы которые мы вынуждены будем делать для того чтобы содержать эту птицу на ближайших условиях и чтобы она у нас хотя бы была это к чему изначально необходимо будет купить эти самые 40 кур в этом году весной средняя цена молодых кроссов хасекс браун допустим очень они хорошо показали нашим местности средний было 400 рублей за голову только 16000 отнимаем от 126 тысяч дохода 16000 расходов получается 110 тысяч считаем дальше кошечки наши должны как минимум хорошо кушать я не буду в уникать нюансы расписывать вам по граммам и по копейкам расходы которые реально существуют моем хозяйстве птица у меня разных пород и разных целых категорий грубо говоря мясные мясо яичные и яичные посчитаем по среднему исходя из того что допустим кормить мы будем хорошим комбикормом из расчета 150 грамм на одну голову в сутки нашей местности более-менее качественный комбикорм который позволяет получать от птицы достойную вяценоскость и при этом птица будет себя хорошо чувствовать не изнашиваться я считаю для себя качественный комбикорм и потому что его рекламирую потому что во сколько не пробовал все остальные комбикорм комбикорма которые у нас присутствуют даже те же кириши хотя в принципе достойный комбикорм но уступает он гачинскому но все остальные привозные хотя выиграют цене на самом деле проигрывает на выходе в том плане что курицы прекращают практически вообще нестись можно конечно поговорить более дорогих сортах комбикорма то бишь производители тоже курина ну это дорого то бишь остановимся на качине начале года стоило это качина порядка двадцати восьми рублей за килограмм пока один друг один до 45 недель сейчас стоит почти 35 остановимся на средней цене 33 рубля чтобы не вашим не нашим вот и получится что в день 40 птичек съедают нас частью а грамм комбикорма соответственно в месяц это будет 180 грамм комбикорма и на сумму по арифметике кукина 6 тысяч рублей просто из копеек средняя 6 тысяч рублей и того за 10 месяцев это будет 60 тысяч рублей потрачены чисто на корм и того остался в сухом остатке 50000 рублей какие еще расходы нанесем местность наша холодная поэтому приходится а подсвечивать б обогревать птичку на своем опыте в своем хозяйстве вот конкретно цифру я назову за эти 10 месяцев мне на электричество уйдет 20000 рублей то бишь в месяц я плачу по две тысячи рублей зависимо сезона эта сумма конечно либо больше либо меньше но в среднем я почитал у меня в году уходит где-то порядка двадцати пяти двадцати шести тысяч рублей отнимая два месяца плюс те расходы которые до 6 тысяч почему я отнимаю чуть побольше расходы на цыплят брудера то бишь чисто на птицу берем и готовых несущих яичных 20 тысяч рублей от 50 от меня от вас получается 30 какие еще расходы дважды в год осуществляется капитальная уборка курятников с выносом подстилки подложки гнездах и при этом по новом все это дело засыпается засыпая все это дело стружкой раньше все это дело можно было достать в принципе бесплатно сейчас же связи с тем что все без исключения если фабрики нашего района оставить из и фабрики лесопилки нашего района перешли на сдачу этих самых опилок заводом которые производят брикеты халил взять не получается приходится их покупать соответственно минимум жесткий минимум который приходится тратить на эти сама и до 2000 рублей сейчас появились у нас прессованные кубы опилок не брикеты просто прессованные опилки очень удобно и достаточно принципе экономно то есть вот порядка 2000 один раз трачу тысячи другой раз то есть осталось у нас сухом остатке 28000 рублей далее необходимо в нашей местности зимой постоянно пропаивать птичку чиптоником покупать рыжий рыбий жерстый с тем что солнышка явно не хватает вот и плюс профильные пропойки как-то систематическая профилактика от гельментов разовая профилактика о кокцидиоза наставительно советую даже приобретя налодок вроде бы как с пятицепаблики пропаить и хотя бы один раз вот кокцидиоза потом не иметь бледный вид перед собой перед птицей вот ну и как бы не хороша была как бы не хорош был качественный комбикорп все равно приходится подкармливать птицу белым так как этого к сожалению не хватает вот ну и туда еще в принципе пойдет расходы на бензин для того чтобы косить траву по мелочи ну давайте купим до трех тысяч и того сухом остатке при самом идеальном варианте когда у нас птица вся жива здорово ее нету отходов отхода этой птицы когда стабильная яйценоскость когда она несет примерно одно и то же одно и то же количество яйца у вас стабильный рынок сбыта несезонная как у нас иногда бывает когда дачники приезжает и стоит очередь за этим яйцом а зимой когда в принципе птица тоже иногда неплохо несется девать это яйцо некуда так вот вот в этом случае в сухом остатке у нас 25 тысяч рублей то есть по две с половиной тысячи в месяц в течение 10 месяцев доход я считаю это если честно не очень рентабельно в каком плане в том плане что если вы у вас есть постоянно стабильная работа которая худо-бедно обеспечивает вас и вашу семью и у вас есть время чтобы этим заниматься это в качестве небольшого дополнительного бонуса плюс еще то яйцо которое потребляет семья это в принципе тоже неплохо это экономия пускай не доход а экономия 900 рублей если хотите можно добавить к этой сумме 2500 рублей 900 рублей остается 3400 вот даже в этом случае это не столь рентабельно как выращивание птицу на мясо бролеров либо содержание породной птицы с целью продажи инкубационного яйца которые стоят вот те породы которые я держу подаю я вот 90 до 130 рублей за штуку ну с учетом того что всегда вожу на неоплот и дорогу получается там рублей 70-100 рублей яйцо что в принципе тоже очень неплохо и цыплята по двойной цене комбационного яйца я продаю в этом случае до месячный доход доходит примерно в среднем если поделить на год 1000 до 10 наверное то есть это уже имеет смысл в числе учесть что пенсионеры иногда некоторые наши получают пенсию там 1012 то доход подъеме почти второй пенсии почему нет тем более если человек сидит дома у него есть физические силы для того чтобы этим заниматься он достаточно активен есть возможность продавать свою продукцию очень даже тем более что если заниматься бролерами то это сумма это понимаю вырастет в раза в два тогда да в этой ситуации можно вот в нашей местности сидя на пенсии хоть чуточку себя обеспечивать вот но чисто на яйце протянешь ноги то бишь если заниматься чисто птицей и жить за счет личной птицей и рассчитывать только на те доходы которые она даст выжить не получится более того если вы сейчас скажете что если завести не 40 что 100 200 там тысячу пятьсот заниматься этим таких масштабах тут же прогорите в нашей местности однозначно почему потому что присутствует у нас сеть магазинов пятерочка магнит окей и тому подобное ленты семерочки всякие светофоры в которых яйцо стоит в два раза дешевле той цены которую назвал 60 до 70 рублей не будем останавливаться на качестве этого яйца я допустим есть его не могу после того как привык уже к своему яйцу но люди имеющие не очень высокий доход и которые не могут себе позволить покупать экологически чистое яйцо у производителя который держит домашнюю птицу будут покупать это самое яйцо в магазине и если у вас большое количество кур то те любители эстета которые предпочитают или имеют возможность приобретать ваше домашнее яйцо просто-напросто не покроют тот объем яйца который вы будете производить понятно почему в магазине оно такое дешевое хоть у нас и есть антимонопольная политика в стране тем не менее все эти магазины включены в эту генную сеть в них есть площади посевные и они имеют возможность заготовить необходимое зерно есть свои комбикормовые заводы либо паи комбикормовых заводов крупных и обходится им все вот эти нюансы намного дешевле чем нам с вами почему себестоимость реальная яйца вот этим всем конгломератам обходится намного дешевле чем нам я так понимаю что наверное еще какие-то датаса государства присутствует но так или иначе по секрету скажу что разговаривал с человеком работающим в этой отрасли он сказал что в самом плохом случае себестоимость яйца куриного вот на этих птиц фабриках которые включены в эту генную систему обходится где-то в районе 25-30 рублей при этом основная доля расходов идет отнюдь не на корма а на содержание собственно комплексов проплату персонала и на те добавки пробиотики дебиотики всякую гадость которая не добавлялась тем чтобы куры выдавали на горы необходимое количество яйца а собственно кормовая база забирает меня в общем вот такой вот мой ролик следующий ролик наверное будет посвящен теме почему же собственно невыгодно продавать в нашей местности подрощенную птицу а выгодно продавать только суточник цыплят скорее всего сниму в том же режиме с колес спасибо за внимание оставайтесь на канале рассказывайте друзьям постараюсь чтобы дальше было интересно ставьте лайки и дизлайки если не понравилось бау